Добрый день! Сегодня восстанавливала ролик давнешний, двухлетний уже, наверное, возраст у него про консульство, про то, как я первый раз приехала, вот на себе ощутила всю прелесть пребывания на российской территории в США и там я рассказываю о том, как я гневалась. Я вот иногда говорю вам, что я даже не помню, когда я последний раз гневалась или по какому-то поводу раздражалась, вот это был тот случай, может быть, даже самый последний. Но и до этого я очень долго не раздражалась, а в этот раз, я рассказывала, как мы съездили в этот раз, все было замечательно, за исключением того, что делают очень медленно, уже никакого хамства не было, но я хочу рассказать вот о такой ситуации, которая была достаточно смехотворная и я не хочу, чтобы она потерялась, потому что я потом и про нее тоже забуду, потому что то, что вот я сегодня слушала сама, для меня уже многое подзабылось, какие-то детали, я прямо все детали там рассказала. Кто сказал, что ответил, как ответил, ужас, но иногда хочется вот так выплеснуть. Так вот, про последний мой визит. Я когда отошла от окошечка со своим очень милым специалистом, она все мне рассказала, что не надейтесь, никуда вы не попадете, ни на какой юбилей, потому что будет ваш паспорт делаться три месяца минимум, ну в самом лучшем случае два, что тоже не попадало. И я такая ошарашенная села на свое креслице с тем, чтобы подождать, когда моя подруга пройдет ту же самую процедуру и услышит. Ну она услышала со мной вместе, что паспорт нам не надо, но ей до весны он и не нужен был, поэтому и расстройства не было. А я вот вся такая обтекаю, несмотря на то, что мне никто ничего плохого не сказал, мне очень неприятно узнать о том, что так медленно они работают. И в этот момент подходит ко мне мужчина, я, кстати, его узнала. Я с ним встречалась вот два года назад в свою первую поездку в консульство. И он ко мне подходит и говорит, а спросите, пожалуйста, вот у этого мужчины, зачем он пришел, потому что он не записан, и он не наш, не русский, и он зачем-то пришел. Во-первых, меня очень удивило, что человек не понимает, не говорит совсем по-английски, как-то сложно поверить, тем более, что раз я его узнала, что он два года как минимум на этой территории живет, во-первых, а во-вторых, мне сложно поверить, что могут нанять сотрудника в русское посольство в англоговорящей стране, который по-английски не говорит. Но меня нахлынула следующая волна, думаю, боже мой, ну как же такое может быть, и я под впечатлением вот этих двух непонятных мне ситуаций разворачиваюсь к этому мексиканского вида мужчине с какими-то там инструментами, и вместо того, чтобы повести себя как американка, которая уже 12-й год в этой стране живет, которая ведет в большинстве случаев себя как американка, просто находящаяся на российской территории, и я веду себя как русская. Я к нему поворачиваюсь, и вместо фраз, которые из нас вылетают уже как заученные наизусть, простите, сыр, могу ли я чем-то вам помочь, я ему говорю, а ты зачем пришел? Он отвечает, да я вот пришел им ксерокс наладить. Я разворачиваюсь к этому мужчине, сотруднику посольства, и говорю, он ксерокс вам наладит, видите, куда надо. И больше с мужчиной вообще никак. Не то, что он ему поможет, что следуйте за этим человеком. Просто сижу вот такая хамка российская, прямо вот здесь, и ничего мне больше не надо. Ужас, ужас. Вот так иногда влияет на нас пребывание на российской территории. Ну а сейчас вашему вниманию представляется рассказ двухлетней давности, когда я впервые попала в российское посольство. Рекомендую, а многие считают, что прочтение письма зависит от моего настроения. Настроение у меня всегда одинаковое, очень ровное, очень стабильное и очень счастливое, чего и вам желаю. Ну вот бывали моменты, когда и я гневалась. Вот это один из этих случаев. Доброе утро. Сегодня я хочу рассказать о своем визите в русское посольство. Вот есть у нас островки России в Америке. Некоторые хвалят, а вот хьюстоновская, к которому я отношусь, очень сильно ругают. И мне тоже пришлось с этим столкнуться. Несколько лет назад наши девчонки обновляли паспорта. И столкнулись с невероятным хамством, к которому мы не привыкли, вернее, от которого мы отвыкли. Поэтому так режет ухо, и поэтому, наверное, столь бурная реакция. Я знаю, что они писали это консульство у нас в Хьюстоне. Они писали в посольство о том, чтобы навели порядок в консульстве. Кого-то поменяли. Кого-то поменяли, я не знаю, кого. Но вот тех лиц, которые называли, их теперь там нет. И вот мой опыт, когда я уже еду с тем, что теперь нормальное консульство у нас тоже здесь, в Хьюстоне, что порядок наведен. Прежде чем поехать, нужно записаться на прием на конкретное время. И я звоню в консульство. Со мной очень любезно разговаривают. А мне нужно было получить справочку от нотариуса. Доверенность в частности. Не справочку, а доверенность мне нужна была. Я начинаю спрашивать этого мужчину, который со мной разговаривает, конкретно по ценам. Потому что в консульстве российском не принимают наличку и не принимают чеки. Берут только денежные бумаги, которые называются money order. То есть у меня должна быть эта заранее купленная такая бумага на определенную сумму. И я понимаю нормально, что если эта сумма не будет не соответствовать, если будет капельку больше или капельку меньше, у меня просто ее могут не принять. Зная о прежней репутации консульства. Поэтому я задаю такие вопросы. Он говорит, я не могу ответить. Вы вот после двух позвоните нашему нотариусу. Он вам все расскажет. Он всей этой информацией владеет. Я когда трубочку опустила, тогда только обратила внимание, что записываться-то надо было тоже после обеда. Я на это внимание не обратила. Но меня записали, со мной очень мило поговорили. Все очень достойно. Я осталась всем довольна. После обеда звоню нотариусу. Нотариус берет трубку и говорит. Алло, слушаю. Меня просто выбило из седла, потому что я вам в свое время сама рассказывала, когда я звонила самый первый раз в офис стоматологический. И я, не представившись никак, начинала сразу задавать вопросы. Теперь я весь этот этикет международный знаю, как по телефону разговаривать. И особенно, когда вы отвечаете с рабочего телефона. То есть это как минимум надо назваться, что я такой-то, такой-то, и что это консульство. А потом уже можно спросить, чем я могу вам помочь. То есть здесь как с домашнего телефона. С домашнего можно так ответить. То есть те, кто вам звонят, они знают, что это Сергей Петрович или Николай Васильевич. И они конкретно, и вас и по голосу могут узнать, а могут уточнить. Это Николай Васильевич. А здесь со мной вот так, из частной лавочки буквально. Я даже растерялась в какой-то степени и говорю. Это нотариус? Он, да, нотариус. У вас какие вопросы? Мне нужно вот сделать такую справочку. Расскажите, сориентируйте меня по ценам и сориентируйте, какие документы я должна привезти. Он мне говорит, все на сайте есть. Причем для меня это прозвучало. Вот как пощечина, честно говоря. Она настолько резкая. Потом пощечина, которая сопровождается дуроты. Дуроты. Что-то уже не может найти. То есть я говорю, извините, я вот прошерстила ваш сайт. Раз я задаю эти вопросы, значит, я на них ответы не нашла. Давайте мы с вами вдвоем сейчас зайдем. Вы у себя открываете, я у себя открываю. И вы мне покажете пальчиком, где я чего не увидела. Открываем нотариат, открываем вот предлагаемые документы. А мне нужно было доверенность на ребенка выписать. Я такую доверенность сделала в России, на российский паспорт. Ну почему-то решили, что должно быть сделано на заграничный паспорт. И мне вот пришлось ехать так далеко, чтобы эту бумажечку сделать. Я ему говорю, мне нужна доверенность. Вот на представление документов, на получение документов. Я у вас такое не вижу. Он говорит, ну вот видите, строчка внизу. Посылка, получение посылок, бандероли документов. Я говорю, ну это же получение, а мне нужно их сдать тоже. Она будет представлять мои интересы. Она будет сдавать мои документы. У вас такого нет. Берите вот эту, оплачивайте вот эту. Я говорю, ну вы же видите, что нормально рассуждающий человек никогда не выберет эту категорию, потому что посылок-то на мое имя не приходит. Я туда посылки посылаю на то имя, на которое я хочу, чтобы они были получены. А мне вот такую надо справочку, у вас ее нет. Вы уже введите, чтобы вас не дергали в следующий раз. Вот такое вот. Я не удержалась. И во мне вот такое раздражение затрепетало, которого я не чувствовала. Ну я не знаю, я даже в России, когда жила, я этого не чувствовала. Может быть, к хамству там привыкал. А может быть, ко мне так не относились, вот что в интонации слышится, вот такое пренебрежение. И я ему говорю, мужчина, а вы почему так раздражаетесь? Вам ваша работа не нравится. А он говорит, не мужчина, а господин Абрамов. Я говорю, пардон. Я, к сожалению, вас не вижу, имени вашего я не пришла, и вы не представились. У меня еще три человека на линии, а вы тут задерживаете меня. Пардон. Если бы вы мне ответили, что вам нужна такая-то справочка, и стоит она столько-то, и вам привезти такие документы, мы бы обошлись половиной минуты. Но поскольку вы меня, буквально назвав дурой, послали рыться на ваш сайт, на котором ничего нет, то нам пришлось потратить вот эти четыре минуты, и это не моя вина. Я задавала конкретные вопросы. Проходит время, когда надо явиться при дочи. У нас уже заказан отель, уже все сделано. То есть там уже эту справочку не надо, уже доверенность приняли, заверенную русским паспортом. Я специально летом ездила, все подстраховалась, все сделала. Но мне очень захотелось приехать и посмотреть на этого зяденьку. И я вспомнила, что когда я рылась на сайте, я нашла такую справочку, что можно предоставить в жилищно-коммунальное хозяйство справку о том, что вы проживаете за границей, и тогда ваши родственники не будут платить вот эти все проплаты, которые ежедневно растут. Вот, кстати, кто про это не знает, можете это сделать. Туда не надо за этой справочкой ехать, ее достаточно заказать по телефону справиться и послать документы и оплату в конверте. И вам в конверте же эта справочка придет, стоит она 10 долларов. Я говорю, сделаю эту. То есть муж говорит, тебе надо? Или не надо? Надо. Надо, поедем. Вот, приезжаем в посольство. У меня назначено на 10.40. В 10.20. Ну, а, кстати, мы уже там. Окно пустое. Два других окна работают. Я прислушиваюсь, люди разговаривают очень вежливо, очень хорошо. Моего нет. Наталья, причем тоже нет никакой таблички, что это господин Абрамов, ничего. Ровно в 10.40 приходит молодой человек. Я не знаю, его есть 30 или нет. Очень молодой человек. Бэвчика на груди у него тоже нет, что это господин Абрамов. Я, естественно, сразу подхожу, подаю ему свой заграничный паспорт. И я попросила ребенка, чтобы она мне сделала копию страницы с пропиской на всякий пожарный, потому что он-то мне сказал приезжать и только с паспортом, когда я ему вопросы задавала. Я ему подаю в окошечко эти документы и говорю, я вам звонила, вот, и в дополнение к паспорту я еще прихватила вот такую бумажку. Он мне швыряет это все назад, даже не глянув. То есть он успел посмотреть, что бумажка одна, она именно та страница, где стоит прописка, а другой страницы, где написано, что это мой паспорт, ее там нет. И он швыряет ее мне и говорит, а как я могу поверить, что это ваш адрес? Вы знаете, вот эта буря негодования во мне была столь мощной, что я не знаю, как я сдержалась и не нахамила ему в ответ, но я разговаривала достаточно резко, так что мой муж, который меня ждал, сидел, думаю, сейчас ее арестуют. То есть там в двух окошечках все разговаривают ровненько, потихоньку, а в нашем бушует буря. Я говорю, извините, молодой человек, я вам специально звонила. И один из вопросов, который я вам задавала, это было, какие документы нужно привезти. И вы мне сказали приехать только с паспортом. Я привезла больше, чем вы затребовали документов, вы мне обслуживаете столь хамски. Он мне говорит, пойдите сядьте на свое место, я не буду с вами разговаривать. Я говорю, нет, я не пересяду. Я не пересяду, потому что если бы вы пришли 20 минут назад, когда я явилась, вы бы мне могли сейчас просто сказать, что пойдите, сядьте, отдохните, и подойдете тогда, когда у вас назначено, у меня назначено на 10.40, я сижу на своем законном месте, поэтому будьте любезны, работайте сейчас со мной, не говорите, что три человека в очереди. Это мое время сейчас. Он говорит, что сейчас охрана выведет. Я говорю, что если меня выведет охрана, то вы здесь работать больше никогда не будете. То есть он кого-то позвонил, пришел мужичок и говорит, ой, пойдемте к генеральному консулу, пойдемте к генеральному консулу, что-то вы излишне возбуждены, возбуждены, а во мне буря. Вот искра из глаз. Искра из глаз просто. Пошла к генеральному консулу, прихожу, рассказываю ему всю ситуацию. Хороший мужичок, спокойненький, лет 50-55. Буквально чуть ли не чая предлагает, мы с ним за жизнь проговорили, он пригласил этого нотариуса. Я говорю, в чем дело, почему вы отказываете даме? Я говорю, вы понимаете, если я возьму справку не на свой адрес, где я прописана, а на какой-то другой, то эта справка будет просто недействительна. Это будут мои проблемы. То есть вам-то швыряться документами в меня смысла нет. Вы уже делайте, либо объясните, что я вам дам, но мне надо бы еще. Или я вам не дам по такой-то причине, хотя я вот о вас позвонила. Он ему говорит, а этих документов достаточно, чтобы такую справку дать? Достаточно. Ну вот вы ее сделаете. Он говорит, пойдемте ко мне в окно. Он говорит, нет, там в окно уже снова, наверное, есть люди. Она подождет здесь, когда вы ее принесете. То есть справочку эту я выбила. Вот так вот, со скандалом, с нервотрепкой, с посещением генерального консула, хьюстонского консульства. Ну, я хочу девочкам на будущее сказать, обязательно звоните, обязательно все переспрашивайте, чтобы у них не было возможности вас выставить ни под каким предлогом, потому что та информация, которой вы располагаете, она была дана вам конкретно этим хамом Абрамовым. То есть, причем я когда его называю молодой человек, а он не молодой человек, а, ну, допустим, Сергей Николаевич, я уже не помню, как его зовут, я говорю, извините, но у вас нигде не написано, что вы Сергей Николаевич, нет таблички на окне, нет бэджика на груди. То есть, мое-то имя перед вами в бумагах есть, а ваше я могу тут догадываться. Но если какие-то проблемы возникнут, просите, чтобы вас припроводили к генеральному, чтобы все вопросы порешать, потому что проехать такой длинный путь от нас до Хьюстона 9 часов, или почти 2 часа, 2,5 часа полета, и плюс гостиницы, плюс питание, проживание, отдыхание, все это выливается в очень крупную сумму. Если вы проездите просто так, ничего не получив, а только получив огромную дозу раздражения, то, конечно, это будут и напрасно выкинутые и деньги, и нервы. Вот, будьте готовы к тому, что там есть очень неприятный человек, держитесь, добивайтесь своего. А с вами была Галина Смис, сегодня самый лучший день, всего доброго, пока-пока.